Новая конституция Республики Крым, проект которой был сегодня представлен на заседании Конституционной комиссии Парламента Крыма, будет принята уже послезавтра, 11 апреля. При этом проект Конституции демократического правового государства для ознакомления и обсуждения крымчан не был заблаговременно обнародован. А на сегодняшнее публичное представление в Госсовете пригласили далеко не всех журналистов. Аккредитация на заседание официально открыта не была, а корреспонденту Центра утром связавшемуся с главой Пресс-службы Госсовета сообщили, что списки уже утверждены и закрыты. Поэтому видео заседания комиссии нам любезно предоставили коллеги. Как сообщил спикер парламента Владимир Константинов, проект Крымской Конституции практически сверстан. Осталось лишь нести несколько уточнений. Я назначил внеочередное пленарное заседание Государственного Совета, используя свое право. Это будет историческое заседание, потому что принятие Конституции Республики Крым как субъекта Российской Федерации, это завершение того политического процесса, который мы вместе с депутатами Госсовета, тогда Верховного Совета проводили. И отличительная особенность этого процесса – его абсолютная легитимность. На заседании комиссии стало известно, что Конституция Республики Крым будет состоять из 10 разделов и 95 статей. Глава Крыма будет избираться не на прямых выборах жителями, а депутатами Госсовета сроком на 5 лет и с правом занимать эту должность не более двух сроков подряд. Причем главу Крыма депутаты будут избирать по представлению президента Российской Федерации, который также может и снять своего назначенца с этой должности с весьма широкой в трактовке формулировкой – за утрату доверия. Таким образом предлагается вариант устройства власти, существующий пока только в трех республиках Северного Кавказа – Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии, где президенты избираются парламентами. Мы переходим в совершенно новое качественное состояние. Из представительного органа мы встаем с законодательным органом Государственного Совета. И нам по предварительным подсчетам необходимо принять более 300 законодательных актов и около 1000 постановлений. Государственными языками будут русский, украинский и крымско-татарский. Их статус будет определяться законами России и Крыма. В проекте также декларируется, что в Крыму признается принцип многообразия, обеспечивается равноправное развитие и взаимообогащение. Заметим, что в подготовке новой Конституции Крыма, уполномоченные украинской и крымско-татарской общественностью эксперты, участие не принимали. Не делегировал своих представителей имидж лист крымских татар. Работа над проектом основного закона велась в Конституционной комиссии, в которую вошли члены Президиума Крымского парламента во главе с первым вице-спикером Григорием Лоффа и неназванные крымские и российские юристы. Республика Крым является государством в составе федеративной России, а Государственный совет в свою очередь является законодательным органом. Главным экспертом на соответствии проекта Крымской Конституции, Конституции России, сегодня выступил представитель Госсовета Татарстана Шакир Ягудин. В последние дни доработки обогатили существующий проект. Здесь уже было сказано, что тут появились дополнительные характеристики сущностной сущности Республики Крым, как государство, это социальное, светское, ряд позиций. Появились ссылки на ряд законов, например, статус столицы, будет определяться закон, в рамках которого функции столицы будут прописаны. И очень важно подчеркнуть, что имеется ссылка на то, что разграничение предметов ведения полномочий между органами госвластия России и Республики Крым осуществляется наряду с Конституцией Российской Федерации и соответствующим договором о разграничении предметов ведения полномочий. Однако даже ветераны пророссийского движения Крыма считают, что проект в институции требует существенной доработки. Так депутат от Аксеновского русского единства Сергей Шувайников на своей странице в соцсети написал. Закончил чтение проекта Конституции и стало грустно. Вроде все правильно. Взято основное из Конституции Российской Федерации и необходимое из Конституции российских автономий. Но абсолютно нет крымской специфики, исключая три государственных языка. Преамбула пресная и сухая. Там вместо многонационального народа Крыма почему-то Государственный Совет. О народе ни слова. Даже не отмечено, что Государственный Совет Республики Крым всего лишь полномочные представители народа. Как отмечает депутат, в проекте основного документа полуострова нет ни слова о сатусе народов и этнических групп Крыма, их правах, в том числе права на органы этнического самоуправления. Замечаний очень много. Я твердо уверен, что будущему составу Государственного Совета Республики Крым придется вносить в Крымскую Конституцию очень и очень серьезные поправки и изменения. Это скорее хороший и качественный устав субъекта федерации, но не Крымская Конституция, которая должна отвечать интересам и запросам всего многонационального народа Крыма. Вполне возможно, что в будущем Крымском парламенте не 100, а 50 или 75 депутатов, что тоже не особо радует нынешних крымских народных избранников. Но эти счастливчики получат статус неприкосновенности. Новая Конституция будет диктовать и новые правила. Владимир Константинов не исключает, что выборы пройдут уже в этом году. Не стоит забывать и того, что традиционно ключевые посты в правительстве обязательно займут свои российские кадры. Кроме того, Крымский парламент получает право принимать собственные законы, в том числе по формированию региональных налогов и сборов, порядок использования имущества, принадлежащего Республике Крым, изменению границ и административно-территориального устройства. Госсовет получит право распоряжаться землей и другим имуществом, принадлежащим АРК. По новой Конституции прокурора Крыма назначает президент России. Прокуроров городов и районов – генпрокурор России. Система правосудий в Крыму будет дублированной. Официальные суды РФ и судебные участки с мировыми судьями, полномочия и порядок работы которых в полной мере определяет Крымский парламент.